Джарада Мадава Ирварадхари Иржанавалабх Ирварадхари Яшодананданаврадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадхарадх Джая-рада-мада-вам, кунжа-би-гари Прада-мада-вам, кунжа-би-гари Гопи-джана-вала-бам, 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 кунжа-би-гари Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 И представьте В этот момент В этот момент В тронном зале Были полубоги И Ну Если на вас нападает собака И тут выскакивает Из-за угла лев И разрывает эту собаку Я не уверен Что мы все таки Не испугаемся Потому что дальше Какие действия у льва? Может он разорвет и вас Поэтому Полубоги были в ужасе Они были все в крови Представляете Полубоги были в ужасе Фрахлада Махарадж Вообще не боялся Он видел Он видел Он видел Господа Он видел своего Господа Он смотрел на него с любовью Я думаю что Он видел даже и павлиния пирог Для него Господь не поменял Своей формы Формы любви Поэтому он Совсем не испугался Даже не вздрогнул Но все кто были Вся вселенная Говорит Содрогнулась Вся вселенная И говорится что Господа Были горящие Как солнце глаза Да И вот удивительно И полубоги Они же Они же не только испугались Грозного вида Они еще и испугались Вот этих вот глаз Потому что Говорится что Когда уничтожается Вся вселенная Когда вся вселенная уничтожается То Верховный Господь Шива Он медитирует На Господа На Ресимху На огонь вот этих Его глаз И тогда Начинают свой танец Рудр Одиннадцать Да по-моему Рудр Если я не ошибаюсь Рудры начинают свой танец И вот этот огонь Который Спускается От Господа Шивы На который он медитирует Он сжигает всю вселенную И в этот момент Полубоги Они начинают убегать С планет Они убегают Три или четыре планеты Остается Вот они убегают На эти планеты И этот огонь Он очень знаком Они испугались Даже в это огня В глазах На Ресимхадева Они понимали Что он может сжечь Сейчас их И всю вселенную Но Прохлада Махарадж Не испугался И вот удивительно И вот полубоги В этом тронном зале Все очень испуганы Все в крови Кишки намотанные На шею На Ресимхадева Прохлада Махарадж Смотрит на него С любовью Полубоги дрожат Есть такая история Интересная Что Могущественная Шукрачарья Да У него было Два могущественных Ученика И один ученик Медитировал На Господа На Ресимху А второй ученик Медитировал На Господа Шил И вот тот Который И они как бы оба любили По-своему Своего учителя Ну они же демоны Но один Искренне его любил И он медитировал На Господа На Ресимху Чтобы защитить Своего учителя Я думал Что Господь На Ресимху защищает Мое учение Это медитация У него была Такой настоящий ученик Настоящий преданный был Господу На Ресимхе А второй Он такой тоже Настоящий демон И он медитировал На Господа Шилу Как же удовлетворить На Ресимху На Ресимху В голове учителя У них нет У них нет Этого страха На Ресимху Он не боялся Он с любовью Он не боится Он не боится Но уже Он не боится Он не боится Если мы им обладаем Да Он нас защищает И от страха Он защищает Нас От имперсонализма Он дает нам Почувствовать Эту настоящую любовь Которой Как бы нет В материальном мире Горется Ее нет Но тут же Горется Она есть И вот это Тайное знание Сейчас я вам Открою Наверное Это Отношения С преданными И вот Это Не просто отношения С преданными Это близкие отношения С преданными Эти близкие отношения С преданными Даже Не будучи Еще чистыми Преданными Они забирают У нас чувство страха Они наделяют нас Смелостью Они Лечат наш имперсонализм И они дают нам почувствовать Настоящую любовь Которой тут Как бы нету Да Но Что для этого надо Что это за близкие отношения Это Настоящая санга И вот Мне понравился Госвами Махарадж В одной из лекций сказал Что Что это Это Настоящая дружба И только Человек Который Искренне Хочет почувствовать Вкус любви Только тот человек Сможет так дружить И мы уже понимаем Что Первый ключ к этому Это наша искренность Искренность В желании Таких отношений Потому что Если нет искренности Такие отношения Невозможны И вот эта искренность В желании Такой дружбы Это первый ключ И вот Если задуматься То Мы даже В служениях В служениях Где бы мы ни были Умудряемся Среди вайшнавов Умудряемся быть им персональны Умудряемся носить маски Которые Которые нас отягощают И это конечно Очень печально Потому что Вкус этой любви Мы все хотим почувствовать И вот Это настоящая санга Это настоящая санга Это как Это как цветок Как цветок Знаете С вайшнавами И в какой-то момент Когда она открывается То То на аромат Этого цветка Прилетает вот этот вот Знакомый нам шмель Черный Потому что Даже Смысл этого Он хочет именно Этот аромат Если открывается Этот санга То шмель тут как тут Поэтому говорится Что Там где трое Или двое во имя мое Да Там где вайшнавы Там где вайшнавы Воспевают мое Чистое имя Да Там и я нахожусь И вот И вот так как мы не можем Чисто воспевать Так как у нас есть еще страх Но вот эти узы Настоящей дружбы Они дают нам почувствовать Настоящую любовь Которой нет в материальном мире Она трансцендентная Но мы ее уже можем почувствовать И она нас защищает От этого страха И дает настоящий вот этот вкус И этот вкус Он потом и распространяется На повторение Святого имени Потому что Это Это санга Близкая дружба Она Непосредственно от нее Зависит Наше отношение Со святым именем И с Кришной Потому что Ну ради этого создается все Ради этой санги Прабхапада создал Ради этого храмы Не для чего другого На самом деле Ради этого мы собираемся И когда есть такая санга То Когда мы в ней наполняемся Мы можем приходить В храм И делиться этой любовью Потому что А с вами Махарадж тоже В одной лекции очень хорошо сказал Что мы делиться можем Только от полноты А где-то мы должны наполняться И конечно же Мы не можем Мы хотим близости Это близость Когда это дружба Она второй ключ Я хочу дать второй ключ Это состояние слуги Слуга Слуги Слуги То есть когда мы Искренность И искреннее желание Фактически это один ключ Искренность И искреннее желание Служить преданным И вот когда есть такое искреннее желание Непоколебимое Тогда проявляются те преданные Которые тоже хотят служить И тогда это появляется сладкая санга Но есть еще одно условие Это равноправие В такой санге не должно быть Полутонов Там все равны Там нет младших и старших Потому что Это по умолчанию Даже Кришна когда играется с пастушками Он забывает что он Господь Он возит их на спине Он становится равным им И когда он говорит Я вас возить на спине не буду Я верховная личность Бога Они говорят фу-фу мы с тобой не хотим играться Вот не-не-не я буду вас возить То есть это равноправие оно очень важно И опять мы вспоминаем Мы с вами Махарай сказал Только искренняя душа Которая хочет почувствовать Настоящий вкус любви способна на такую дружбу Поэтому мы должны к этому стремиться Это даст нам защищенность от всего На самом деле даже не будучи преданными еще Мы можем почувствовать это бесстрашие И эту любовь И вот удивительно Господь Чайтанья Он нам показывает своим примером жизненным Какая у них была санга Когда они заходили в селение В селение в какое-то То что привлекало людей вокруг Вы наверное знаете все, да? Красота и воспевание Может кто-то еще сказать? Отношения Их в первую очередь всех привлекает отношения Вот эти сладкие нектарные отношения Они привлекают всех Кто-то не понимает что такое воспевание Кто-то не чувствует вкуса святого имени Но все Вкус отношений хотят все Потому что это Единственное реальное проявление любви Которое есть в этом материальном мире Вот эти сладкие отношения Их можно развить только с Вайшнава И Рупа Госвами нам дает подсказку Вот Где эта подсказка вы наверное уже догадались Нет? О, нектар наставление Да, нектар наставление Спасибо Да, и вот первые три стиха Ну я грубо говоря это Предписание, да? Наставление, предписание То есть регулирующий принцип И вот мы можем ходить по этим регулирующим принципам Десятки лет Кругами святых имен Но не почувствовать вот этот вкус сладости Почему? Потому что мы упираемся в четвертый стих И сразу пытаемся перескочить во Вриндаван А двери закрыты Пока нет реализации по этому четвертому стиху Нектара наставлений Дадати Пратигринати Гухямихяти Причити Бунте Боджия Чаева Как последняя строчка к топам Шадвидги Притти Лакшинам Да, и вот удивительно Смотрите, Господь это дает нам Этот ключ к этим воротам во Вриндаван Представляете, Рупа Сами говорит Это шесть Шесть проявлений любви в материальном мире Вот они, вот они перед нами Шесть проявлений любви Вот они вокруг нас все сидят, ходят И со всеми можно не одно, не одно какое-то чувство Шесть проявлений Дарить дары Дарить дары Слушать о сокровенном Спрашивать о сокровенном Угощать просадом Почитать просад И это удивительно, потому что У нас нет вообще любви У нас нет бесстрашия Но вот эти отношения Мы можем увидеть в этом стихе И когда Господь Чайтаня со своими спутниками Они куда-то приходили Чтобы почувствовать этот вкус, эту сангу Чтобы наполниться любовью, премой Чтобы ее раздавать Они закрывались Они закрывались И никого не пускали И они наполнялись вот этой вот премой И когда И когда они воспевали И никого не было То они чувствовали эту сладость И там был сам Кришна И как-то раз Кто-то проник Какой-то йог там Говорится, что очень благочестивый Чистый человек Который проник в чулан Его по милости Своего сердца преданные Спрятали в чулан В сундук по-моему И Господь Чайтаня начал воспевать Киртан и говорит Я не чувствую, святое имя не идет Не идет святое имя И вот этот вкус имперсонализма Он чувствовался даже с чулана И Господь Чайтаня Он даже не мог воспевать Представляете, какая сила Даже вот маленькая ложечка дегтя Может испортить всю бочку санги Поэтому санга очень важна Это ценнейшее, что у нас может быть Ради этого Прабхупада все создало И Но мы должны понимать Насколько Насколько вредный имперсонализм Да, Господь Чайтаня нашел этого Человека, да Он говорит, вот он в чулане Вот из-за него я не могу воспевать Это удивительный пример Да, и у нас в чулане нашего сердца Вот в таком сундуке Сидит вот этот вот имперсоналист Который не дает нам построить близких отношений с преданными Просто он думает, что Его имперсонализм его защищает Но как только произошел где-то взрыв Он что-то потерял Что-то случилось, все Страх поглощает его ум, разум, сердце Полностью его жизнь Поглощает его жизнь на самом деле И это очень страшно Потому что мы пытаемся защититься тем, что нас не защитит Но близкие друзья Нас защищают все время Если они у нас есть И на самом деле Если у вас есть близкие друзья в сознании Кришны Это говорит уже о каком-то вашем духовном росте И мы должны к этому росту стремиться Потому что это единственное, что нас спасает в этом мире Мы впадаем в иллюзию, в депрессию И достаточно Вкус пропадает Мы просто болеем, да? Просто заболеем И достаточно просто позвонить другу И тебе не надо даже разговаривать Потому что ты понимаешь, что человек Занят, рабочее время Он что-то делает, может семья тоже, отношения Но он раз и берет трубку И ты когда понимаешь, что на другом конце телефона Человек, который в любой момент возьмет трубку Это твой близкий преданный Это твой близкий друг И отношения у вас построены На духовной платформе Потому что по-другому невозможно И когда он берет трубку, тебе уже с ним говорить не надо Тебе уже легче Потому что есть тот, кто всегда возьмет трубку И когда у вас будет такой человек, который возьмет трубку И Кришна будет брать эту трубку, которую мы называем джапа Потому что это очень важно Потому что Кришне нравятся эти отношения Он ради этого приходит Это очень-очень важно И вот И как мы можем все время помнить о Кришне, да? Как? У нас нет таких близких отношений с Господом Как у Прохлады Махараджа Но если у нас будут такие близкие отношения с преданными Представьте, вы с ними можете встречаться даже раз в месяц Может быть чаще, может быть реже Но вы все время медитируете на эту встречу Представьте, вы все время погружены в медитацию на встречу с преданными Как вы их обнимете, как вы их угостите, додаете, протегренаете Как вы уже хотите поделиться, у вас что-то там накопилось сокровенным А они в ответ, что это искренние отношения, они хотят поделиться с вами И ваше сердце, то есть эти отношения, это фактически вы делитесь с кем-то своим сердцем Это отношения очень большого доверия И когда вы доверяете преданным, и они вам доверяют настолько То Кришна в этот момент, Он конечно будет вам доверять Да, я хотел бы вам пожелать, чтобы у всех у вас были такие близкие отношения с преданным Это очень удивительно Да, если Может, много хотел сказать, может что-то забыл Я еще не закончил Пожалуйста, есть чем поделиться Да, сейчас я Я не буду затягивать Разве что в сангу вас могу затянуть, если вы готовы Грия Гришна Сейчас, преданное, если можно Хотелось, чтобы у вас осталась такая приятная самскара Такую эмоцию в рифму Эмоцию в рифму насчет дружбы Потому что наша жизнь, наша жизнь Это место встречи с Господом И вот мы в этом месте всю жизнь готовим для Него вот это блюдо Которое мы Ему предложим потом в конце жизни И вот в это блюдо мы влаживаем вот эти вот приправы отношений И специи любви с каждым отдельным, близким нам Вайшнавом Пахнет просадом и речью святых Прохладой от радокунды Ты проявляешь милость свою, даря нам эти секунды Если мы можем вспомнить Тебя То это не наша заслуга Просто мы знаем, куда ни пойди Нам не дойти без друга Запах навоза, целебных трав Разносят качаясь деревья Ингредиенты любви приправ Готовят с Тобой отношения Ари Кришна преданные Это все, что я вам смог Кришна автору Кришна автору Ну так он бывает проявляется Да Это тоже На самом Это тоже часть персонализма Да, да, да Мы тоже личность Потому что, вы знаете, обычно обесцениваются А, да, спасибо вам Да, на самом деле это эмоции в рифму Даже не стихи Которые проявляются как раз благодаря вот этим вот близким отношениям с предами Да У меня есть дополнение вопрос Знаете, не совсем понятно понятие равных То есть, когда вы сказали, что санга Я просто так, знаете, быстро накидаю Мозговой штурм Типа очереди, а то я забуду Да, да, не, это на самом деле рассуждение То есть, не факт, что вы должны там точно отвечать на эти вопросы Это, знаете, как, это вопрос самому себе Знаете, в семье нет такого понятия, как вот равные Да, с одной стороны, то есть, это одна из граней То есть, каждый занимает свою роль И вот это, знаете, такая Понятно, что это определенный контекст Знаете, в семье есть, то есть, нет градаций все равные В общем-то, их сравнивает любовь Но каждый выполняет свою роль И это немножко не то же самое Равные, то есть все равные Это тоже попахивает им персонализмом Мы всех уравниваем Потому что каждый, как индивидуальность Занимает какую-то, как бы, свою индивидуальную природу И, ну, как бы, здесь, знаете, такое Санхи Вайшнау Есть преданные так или иначе Которые по тем или иным причинам Будут реализований вас Или меня, или еще кого-то И уже в этом смысле они выше вас То есть, конечно, они никогда так не будут думать То есть, я понимаю, что вы Говорили немножко о другом, о другом контексте По поводу желания и нежелания Знаете, вот мы с одной стороны говорим Мы хотим все этой любви Ну, кого не спроси Да, люди на улице Но что мы для этого делаем? Что конкретно мы для этого делаем? Знаете, мое личное исследование Я так громко скажу Просто размышление Что такое имперсонализм в целом? Это очень много боли Имперсонализм – это много боли Когда мы вследствие отношений В мире, в котором мы получали все больше разочарования Нам страшно Нам страшно идти в глубокие отношения Потому что там много боли Это, знаете, вот рассуждение Это одна из причин Это не противоречие Это просто одна из грани рассуждения на эту тему Много боли И зачастую Ты хочешь понять человека Но тебе не позволяет Какая-то внутренняя преграда Внутренняя преграда То есть ты теоретически можешь понять Действительно можешь понять И идти в эту сторону Извините, это несколько сумбурно Но еще один момент, который мне хотелось бы выяснить Это, наверное, самый главный момент В отношениях так устроено в природе Не может быть много близких друзей То, что мы называем сухрид Да, то есть Это для нас больше абстракция Как это практически применить к нам Потому что мы не можем быть со всеми очень откровенными Потому что есть у каждого своя природа Мы ее не можем форсировать Она есть и мы с ней Первая дружба, как ни странно Это дружба с самим собой Мне просто понравилось Госвами Махарадж говорит Что нью-эйджовская философия Нью-эйдж философия Полюби себя сначала Она ошибочная Но в ней есть соль Которой говорит Госвами Махарадж Полюбить означает Принять свою обусловленность Такой, какая она есть Принять ее Потому что мы сражаемся внутри Можно? Может кто-то хочет? Да, 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 конечно Вопрос просто, конкретный вопрос Я забываю Нет, нет, вот я заостряю внимание На последнем вопросе В том, что когда мы Принимаем себя Вот в какой-то момент, знаете Принимаем, это тоже важный момент Это тоже проявление бхакти И как ни странно, личностное проявление Что вот мы принимаем в себе Есть эволюция Мы никогда не форсируем путь Чистой преданности Пока мы не пройдем от самого старта Вот когда мы принимаем себя То есть эту природу И идем на пути к бхакти То в этой связи Вот с того старта Нам Мы не сможем Развивать близкие отношения с многими людьми Это просто, это будет Да это не вопрос, это дополнение Прабу Я просто Прабу Будьте любезны Может кто-то просто еще Возможно кто-то, но я личность тоже Прабу Вы сейчас говорили много о личности и философии Но не хотите выслушать Очень просто Очень просто Я не хочу вас обидеть, я просто Прабу, пожалуйста Представляете? Как ни странно Вот И поэтому Мое понимание заключается в том, что Этот путь очень такой тонкий, сокровенный И мы никогда Мы не сможем со всеми сразу дружить Это один человек, два Все остальное это будет просто профанацией То есть мы будем демонстрировать, играть Мы же умеем играть, правильно? Актерское мастерство И каждый на самом деле чувствует Кто врет, кто играет Когда я играю Когда я просто демонстрирую Правильно? Мы все это чувствуем И мы чувствуем так же, когда это по-настоящему Когда это не игра уже Хотя, да, мы играем Мы какие-то вещи имитируем Но когда через это проявляется что-то настоящее Мы тоже это чувствуем Вот и все Спасибо вам, что вы все-таки дослушали меня Как личность Я личность и вы личность Правильно? Я с удовольствием вас выслушал И потом Мне интересно было бы с вами поговорить Просто может кто-то хочет задать конкретный Это вы, хорошо, спасибо Но я могу ответить на это как на вопрос Я могу ответить на это как на вопрос Или это просто было дополнение Потому что Потому что Давайте так Потому что если конкретно Вы можете на эту тему просто спросить Хорошо, давайте я Отвечу все-таки Вы задали Я услышал несколько вопросов Но просто Я Я понял Развитие отношений невозможно В связи с тем, что Вы не можете со всеми тушить Да, я в этом Да, вы просто чуть-чуть прослушали Я говорил об этом Что санга Она как цветок В ней много нектара Но немного преданных Поэтому Господь Чайтанье Он закрывался В своем доме Со своими близкими преданными И это небольшая санга Я об этом говорил Вы просто, наверное, не услышали И когда И когда Они открывали двери Да Этого цветка Тогда этот нектар Он лился наружу Поэтому В принципе, да Это и есть И в этой санге В этой санге Все равные Там Там даже Господь равен Там нельзя Неравные Он просто не впишется В эту сангу Понимаете Вот в этой санге Да Когда мы выходим из этой санги И делимся этой любовью Если мы можем Если у нас есть чем делиться Не просто разговорами Но мы можем поделиться Только с теми, кто хочет И Хасвами Махарадж Он поэтому говорит Что только искренний человек Который искренне хочет Почувствовать вкус любви Искренне Только такой способен На такую дружбу И поэтому Мы должны учиться Именно этому Вот и все Да Хотел дополнить Что искренне Почувствовать вкус любви Это означает Любовь означает служить Любовь означает давать То есть любить это значит давать То есть он не приходит В настроении Наслаждающегося Вот тогда Он приходит Поэтому он пахтает Каждый день Он ищет Он читает Он слушает И записывает Потом приходит С преданным встречаясь Он просто приходит Уже с этим тортом Чтобы порадовать преданных Да И так каждый преданный Тогда это Да Спасибо вам Еще одно дополнение Вот в этой связи Знаете Мы зачастую У нее Как правопад говорит Есть философия одной стороны Я вот это принимаю Как курица Да Вот это рот Она ест Мне это не нравится Она дает задней частью яйца Принимать подарки Принимать любовь Принимать сокровенное Сокровение другого человека Это тоже часть любви Потому что мы Мы заостряем внимание Вот давать Давать А насколько я Могу принимать Принимать искренне От сердца То есть не-не-не-не Не-не-не Вот отношение означает Что я даю Я готов принимать Да Потому что вот Прабу Спасибо вам Это было в колуарах Мне очень интересную вещь Мы в раздевалке как-то общались Открыл Что оказывается мы Иногда наш имперсонализм Проявляется в том Что мы не хотим Собственно принимать Чью-то Чью-то энергию Чью-то это Мы как ежики Мы все время защищаемся Это происходит внутри нас Внешне Мы играем роль Мы говорим Все по милости преданных Мы там Примите мои поклоны И так далее Но внутри мы защищаемся У нас есть такая Броня внутренняя Вот это и есть Броня имперсонализма Да Это Это и не только имперсонализма И гьяны Броня гьяны Но я вам скажу У кого сильнее всего болит Не хват Тому больше всех Не хватает этих отношений И тот Больше всех Должен набраться смелости И несмотря на все Эти колючки Обнимать Этого ежика И насчет Я сейчас вам просто Можно отвечу Не вам конкретно А просто вот как раз По теме Меня укачало От гьяны И пафоса долгих речей Да лучше я буду пьяный Нырну я в просада Ручей Вы знатоки Талмудов Вы дети С седой бородой Вы что не хотите жизни Возвышенной И простой Пусть трижды Флейту услышит С гопалом пойду В первый класс Скажу я павлином Потише Пусть не тревожит вас Гарри Кришна предан Поэтому Если нет вопросов Давайте на этой ноте Целых три минуты Да Есть предан Мы не обязаны следовать этому регламенту Если вы не хотите Безусловно Вопрос заключается в том Зачем мы это делаем Да Профанация То есть если кто-то хочет Что-то скажем Если кто-то хочет Мы слушаем Кто-то еще хочет Скажем Скажите Пожалуйста Может вы какую-то историю Про Кришну Расскажете Любимую какую-то Любимую Давайте я вам что-то прочту Хорошо Я пытался избежать много текста с больным горлом Но преданный ради вас я готов говорить дальше Простите меня пожалуйста Господь из милости своей дает возможность нам служить стопам его детей Это так Предисловие Давайте так Еще очень хочется сказать Мы иногда забываемся И думаем что мы лучшие какие-то А правопада говорит Что мы просто удачливы И эта удача исходит от него И надо об этом помнить Хотелось бы об этом сказать чуть-чуть в рифму Хватит казаться странными Гостями незванными Гостями незванными Непьющими Хватит гордиться ранами Через всю жизнь идущие Эх вы туманно-плаксивые И бесшабашно гулящие Хватит мечтать что вы лучшие Просто вы говорящие У нас есть еще да? Жизнь это Может взрыв красок На нашем духовном пути А кто же художник? Кто нам ответит Что волны Бросаясь на берег Пытаются донести Цель Цель кажется ближе Да, если знаешь Кто может спасти Вдруг замирает сердце в разлуке Но мы не знаем куда идти Предаемся спасаясь от боли А хотелось бы от любви Да так чтобы плакать слезами в небо А тебе о себе О пути Ари Кришна Еще? Еще есть минуты? Мы актеры этого мира Без улыбки бредем домой Нажимая на кнопку лифта Навсегда расстаемся с землей Мы творцы заскорузлых строек И поэты ненужных строк Среди нас пустота и холод Мы живем обивая порог В этих буквах есть много правды Бесконечная боль в сердцах Если только забыли о главном О любви в его нежных глазах Еще? Хватит? Еще один Хорошо, еще один Еще один Вот волны разрезают тишину И ветер ласково уносит звуки А то единственное, что я ему отдам Избавит нас от беспробудной скуки Раскатом грома в опустевшей голове Раскинув свои нежные объятья Я повторяю лишь ее одну Избавившую душу от проклятий Харе Кришна, дорогие преданные Спасибо вам большое за терпение Харе Кришне Вопрос И у меня такое ощущение, что он может сразу ответить вам. Если у вас нет других вопросов, то вернемся к источнику. Надо напомнить и Туласи Прабула. Вчера просто не услышал вопрос, такие обстоятельства были разные. Различие между имперсонализмом и имперсонализмом – это незаконченное знание. Это совершенное знание, но незаконченное. Там речь идет о параматме и брамане. И имперсоналисты считают это знание законченными, но у них нет понимания о бхагаване. Оно верное, но не целое, не полное. То есть, как о вас, допустим, можно знать только по каким-то косвенным, какой вы спортсмен или еще что-то. Но какие личности, что вы желаете, какие у вас вкусы, они этого не знают. А майвада – это в чем проблема? Майвади очень образованы, но они, как бы это правильно сказать, они философски противостоят верховной личности. Каким образом? Когда они открыто пытались противостоять Господу на Аланке, они потерпели поражение в открытом бою. То есть Равана был уничтожен. Когда они открыто пытались противостоять Кришне на Курюкшетре, они также были в открытом бою побеждены. И в Кали-Югу, то есть, что делает майвада – это фактически противостояние верховной личности Бога. Философия какова? Мы понимаем, что все, что связано с верховной личностью, имеет трансцендентную природу. Его имя, качество, его деяние – все имеет трансцендентную природу. Его тело нематериальное. А майвади считают, что когда Господь приходит в материальный мир, Он попадает под законы материальной энергии. То есть, они хотят сказать, что это философская попытка уничтожить верховную личность. И каким образом сказать, что у него нет тела, у него ничего нет, у него нет качеств. В конце концов, его практически не существует. То есть, это активное. Если имперсоналисты просто невинны, то майвади – это активное противостояние верховной личности Бога. И в Кали-югу, если Господь Рамачандра уничтожал их физически, Господь Кришна уничтожал их физически, Господь Чайтань уничтожает именно демоническое вот это настроение. Попытку сделать верховную личность Бога непривлекательной. И ващнавы с этим борются. То есть, они рассказывают, что это личность, которая чувствует, как пропадает, ты личность, которая чувствуешь, у которой есть эмоции, и ты самое близкое живое существо для всех живых существ. Ну, как-то так. Да, спасибо. Если кто-то допомнит. Он не слышит, надо громче. Это что? У майвады вообще нет понимания личности. Они в том-то и дело не хотят уничтожить верховную личность, как именно, как личность. То есть, сказать, что это что-то, ну, это энергия, это что-то такое, что не имеет личностную природу. А имперсоналисты, они не доходят именно до этой стадии. То есть, ну, это то же самое, что мы сейчас картошку порежем, все почистим, но не приготовим сабжи. Понимаете? То есть, результат вот такой, они не чувствуют вкуса сабжи. То есть, они чувствуют, мы порезали эти ингредиенты, и на этом остановились, и раздали всем в тарелки. И мы сидим, будем грызть эту картошку, и Кришной будет невкусной. Но это с учетом того, что мы сейчас нарезкой занимаемся. Все. Преданные длинные лекции никто не слушает. Да, Туласи Прабу Киджай. Виталий, как-то вопрос последний. Ну, у меня Туласи Прабу. В Майаваде, у них мотивы, у Майаваде мотивы, не духовные, правильно? Не духовные абсолютно. Ну, в чем разница просто? Они именно, это асуры, которые воплотились в Калиюгу, и они активно противостоят. Сделав выводы, что в личном, у них два негативных опыта, два разгрома, и они пытают философски именно показать, что Верховной Личности не существует. То есть, если она приходит, она попадает под ее законы, то, что по себе считается оскорбительным. Ну, и удовлетворять свои чувства и свои желания, правильно? Спасибо. Спасибо за лекцию. Спасибо.